В минувшую среду глава автогаза Украины господин Коболев встречался с журналистами. Процитирую его слова, опубликованные агентством Интерфакс Украина. Если мы не найдем решение финансового вопроса, кредиты, евробонды, рассрочка по дивидендам от Кабмина в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для нафтогаза. То есть мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август. Коболев отметил, что нахождение финансового ресурса для имеющего проблемы с ликвидностью нафтогаза напрямую связано с решениями его акционера в лице Кабинета министров, поскольку международные банки дают кредиты под возгарантии или выполнение определенных условий. В случае с этими организациями я опасаюсь, что мы войдем в тяжелую дискуссию с правительством на тему устава нафтогаза или анбандлинга, считает глава корпорации. По его словам, эти вопросы должен рассматривать действующий состав правительства, поскольку решение должно быть найдено уже в июле. В противном случае страна может не успеть довести запасы подземных хранилищ до 20 миллиардов кубов газа, необходимых на случай полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года. По состоянию на 24 июня подземные хранилища Украины располагают запасами чуть более 13 миллиардов кубов, а среднесуточная закачка в июне составляет около 70 миллионов кубов. О разделе монополиста, говорю о нафтогазе Украина, речь идет уже не первый год. И здесь надо уяснить главное. Эта корпорация, ее правление не желает никакого анбандлинга, ибо лишение денег, которые получают Укртрансгаз за прокачку, транзит голубого топлива, обрушит финансовое состояние надстройки, которое называется «Нафтогаз Украина». Потому-то, а мы уже не раз рассказывали об этой ситуации в нашей программе, придумываются всякие новые посредники, тесно связанные с руководством этого самого «Нафтогаза». Теперь посмотрим на ситуацию с практической точки зрения. Именно летом рынок наполнен дешевым газом, что вполне объяснимо. Чем ближе осень, тем выше спрос и, соответственно, цена на данный товар. Давайте спустимся на бытовой уровень. Глупо закупать огурцы и помидоры для закрутки зимой. И не только потому, что они выращены в теплицах, а потому, как стоят во много раз дороже, нежели летом. Ежели такую простую логику понимает любая домохозяйка, но она непостижима для головы «Нафтогаза» Украины, то тогда почему мы видим этого человека на столь ответственном посту, да еще получающего грандиозную по меркам Украины зарплату? Продолжение следует...